Однако нынче Сара не встретит его в Нью-Йорке, и даже в Балтимуре не встретит. На парковке Мэйкон забрал машину, и сквозь набрякшие сумерки, сулившие нечто драматическое, грозу либо зорницы, поехал в город. Может, Сара ждет его дома, она в полосатом халате, который он так любит, а в патио на столике накрыт холодный ужин. Дабы не принимать желаемое за действительное, Мэйкон тормознул у магазина 7-11 и купил молока. Потом поехал за Эдвардом. Он как-то сумел заблудиться, и к клинике Мяугав подъехал перед самым закрытием. За конторкой никого не было. Мэйкон стукнул по звонку, девушка с конским хвостом высунулась из двери, выпустив сумятицу воев, писков и рыков в разных тональностях, напомнившую настраивающийся оркестр. «Да», — сказала девушка. «Я за своей собакой». Девушка подошла к конторке и открыла папку. «Фамилия?» «Лири». «Ага, одну минуту». «Что теперь», — отчебучил Эдвард, — подумал Мэйкон. Девушка скрылась, а через секунду появилась та, курчавая. Нынче она была в чересчур коротком платье, крупные розовые цветы на черном фоне, глубокий вырез на кладные плечи и босоножках на нелепо высоких каблуках. «Привет», — радостно сказала женщина. «Как съездили?» «Ничего». «Где Эдвард? С ним все в порядке?» «Да, все хорошо. Он был просто душка». «Ну вот и чудесно. Мы с ним сходу поладили. Не знаю почему, но я, похоже, ему глянулась». «Прекрасно», — Мэйкон прокашлялся. «Можно его забрать?» «Сейчас Каролина его приведет». «Ага». Помолчали. Женщина облокотилась на конторку, переплела пальцы и, игриво улыбаясь, разглядывала Мэйкона. Он отметил ее ногти в багровом лаке и темную губную помаду, придававшую рту странную угловатость, свойственную некоторым сортам яблок. «Хм-хм. Может, я пока расплачусь?» — сказал Мэйкон. «Да, конечно». Женщина перестала улыбаться и раскрыла папку. «С вас сорок два доллара». Мэйкон протянул кредитку. Женщина неловко ковырялась с терминалом, поскольку, оберегая ногти, действовала подушечками пальцев. Потом каракулями заполнила квитанцию и подтолкнула ее Мэйкону. «Подписи, телефон». Перегнувшись через стойку, она следила за его ручкой. «Это домашний телефон или рабочий?» «Все вместе». «А что? Какая разница?» «Просто спросила». Столь же неуклюже она оторвала второй экземпляр квитанции, который отдала Мэйкону, а первый кинула в ящик конторки. «Не помню, говорила я, что занимаюсь, между прочим, дрессировкой собак». «Надо же!» Мэйкон посмотрел на дверь, за которой скрылась девушка. Он всегда нервничал, если Эдварда долго не выводили. Что они там делают? Уничтожают улики? «Я специализируюсь на кусачих собаках». «Специализируются по». «Что?» «Словарь рекомендует использовать предлог «по».» Женщина смотрела непонимающе. «Опасная, наверное, работа», — проявил вежливость Мэйкон. «Ерунда! Я не боюсь ничего на свете». За дверью послышался цок от когтей по полу. В приемную влетел Эдвард, за ним поспешала девушка с конским хвостом. Радостно повизгивая, пес так вертелся, что Мэйкон даже не смог его погладить, все время промахивался. «Ну, хватит уже!» — увещевала девушка Эдварда, пытаясь надеть на него ошейник. Меж тем женщина за стойкой не умолкала. «Кусачие, брехливые собаки, глухие, трусливые, обозленные, собаки со скверными привычками и те, кто после питомника не доверяет человеку. Я управляюсь с любой!» «Замечательно!» — сказал Мэйкон. «Ваш-то и не думал кусаться!» «Кажется, я говорил, он в меня просто втюрился!» «Приятно слышать!» «Но я запросто могу отучить его кусаться вообще!» «Вы подумайте, извякните мне!» «Мюриэл, помните?» «Мюриэл Притчет!» «Я дам вам свою карточку!» Женщина протянула нежно-розовую визитку, неведомо откуда появившуюся в ее руке. Спотыкаясь об Эдварда, Мэйкон шагнул к конторке и взял карточку. «Я обучалась у дрессировщика, который натаскивал сторожевых псов, не чета вашему тихоне!» «Буду иметь в виду», — сказал Мэйкон. «Большое спасибо!» «Можете звонить без всякого повода, просто поболтать!» «Поболтать?» «Ну да, об Эдварде, его закидонах и всякой всячине!» «Неужели вам никогда не хотелось просто снять трубку и почесать языком?» «Вообще-то нет», — сказал Мэйкон. Тут Эдвард испустил особенно пронзительный вопль, и они поспешили домой. Конечно, ее там не было. Мэйкон это понял, едва вошел в дом и учуял жаркую стоялую духоту комнат с закрытыми окнами. Он наперед знал, что так и будет, но обманывал себя, сочинял сказки. Мимо прошмыгнула кошка, негодующе мяукая. Пес кинулся в столовую, намереваясь покататься по ковру, изгнать приютский дух. Но ковра не было, только голый пол в ворсяных катышах. Эдвард замер, вид у него был глупый. Мэйкон понимал его чувства. Он поставил молоко в холодильник и пошел наверх распаковываться. Принял душ, потоптался на грязном белье, приготовил постель. Выключил свет в ванной. Развешенное белье, ронявшее капли в поддон, напомнило о поездке. В общем-то, никакой разницы. «Случайный турист в своем доме», — подумал Мэйкон, устало забираясь в спальный конверт. «Случайный турист в своем доме» «Случайный турист в своем доме» Продолжение следует...